Еще один интересный инструмент, называется он «Карт». Это сервис для создания одностраничных сайтов. Ну, по сути, тоже мультимедийных публикаций. Ну, они в данном случае называются одностраничными сайтами. Познакомилась я с ним недавно, пока могу только общими впечатлениями поделиться. Он, в принципе, очень похож на СМО по функционалу. То есть здесь тоже можно добавлять и фотографии, и видео, и аудио, и ссылки, и картинки, само собой. Здесь тоже есть шаблоны, но они такие уже более профессиональные, более интересно сделанные. И внутрь уже встроена анимация, то есть такие более качественные шаблоны здесь. Они рассортированы по категориям. Категории у меня сейчас на слайде написаны вверху. Давайте я пробегусь тихонечко. Сейчас я найду список этих категорий. Итак, профайл. Это рассказ о вас и о том, что вам нравится. Ну, рассказ о себе, представление о себе. Лендинг. Это шаблоны, которые позволяют рассказать о каком-нибудь проекте, о каком-нибудь продукте. Ну, они так и называются лендинги. Формы. Это различные опросы и голосования. Вот портфолио. Это если вы хотите рассказать какую-то фотоисторию, какие-то графические дизайны показать, какие-то творческие проекты, то это в шаблон портфолио. Ну, а просто если у нас рассказ какой-нибудь состоящий из основных блоков, из основных частей, то подходит вариант последний. Секционный, секционный, секционет. Это как раз вариант лонгрида. То есть у нас есть публикация, которая разделена на маленькие главки. И вот они отделены друг от друга разделительными такими блоками. И мы можем пролистывать от начала до конца, все просматривать. Как здесь работает? Опять-таки, ограничения есть. Это три цифровых таких историй можно создать с одного аккаунта. Опять-таки, если сервис понравился, можно создать еще один. Английский тут немножко посложнее. Ну, он переводится с помощью Google-переводчика, но вообще сам интерфейс немножко посложнее будет. Хотя принцип такой же. Выбираем шаблон. Загружаем фоновую картинку в этот шаблон. Либо оставляем, что есть, либо свое с компьютера. Ну, а дальше можно редактировать то, что внутри шаблона. Ну, вот у меня сейчас на экране как раз конструктор. Как это выглядит. Я выбрала любой шаблон. Вот у меня серый фон. Это сюда нужно фоновую картинку загрузить с компьютера. Ну, а дальше на этом сером фоне вот какая-то информация идет. Картинка, текст, кнопочка и так далее. Дополнительно к тому, что есть в шаблоне, можно уже свои блоки добавлять. Я их выделила красненьким. Ну, вызываем их с помощью кнопочки плюс. Итак, ну, давайте по порядку. В принципе, набору нам уже знакомый. Текст, картинка, видео, аудио. Видео, аудио по ссылкам. Картинка с компьютером добавляется. Галерея. Это опять галерея из картинок. Таймер. Ну, отсчет времени. Если у вас там идет отсчет времени до какого-то мероприятия, например. Дальше. Лист. Это у нас список. Buttons. Это интерактивные кнопки со ссылками. Links. Это просто ссылка. Icons. Маленькие иконочки, картиночки из библиотеки сервиса. Их можно добавлять. Либо свои загружать с компьютера. Table. Это у нас таблица. Ну, и последний. Divider. Это у нас разделительная черта, которая отделяет один блок от другого. Вот. Есть еще чуть ниже containers. Это возможность из нескольких колонок сложить такую публикацию. Добавить одну, вернее не одну колонку, а две, три и более. Вот. То, что у нас под замочками, это у нас уже дополнительные опции. Они платные. Но в целом даже бесплатных возможностей хватает, чтобы создать неплохую, интересную мультимедийную публикацию. Вот. Настроек здесь очень много. Вот. Если вы видите, с левой стороны значочек шестереночки. Это как раз настройки. Каждый элемент, который мы добавляем в проект, мало того, что мы можем его отредактировать, мы еще можем его настроить. То есть добавить. Допустим, к картинке можно добавить фон, гиперссылку, тень какую-нибудь. Текст можно по-разному форматировать, сделать наклонным, жирным и так далее. Точно так же можно поступить, допустим, с кнопочками, с галереей и так далее. То есть здесь достаточно много разного оформления, плюс анимация. Мы можем сюда добавить еще анимацию. Если нам что-то захочется, мы можем это сделать самостоятельно. Вот. Ну, вот, пожалуйста, настройки, о которых я говорила. Слева текст, справа настройки для изображения. Сразу не пугаемся. Здесь, конечно, все на английском. Но, опять-таки, гугл-переводчик поможет нам перевести. Ну, вот все, что я перечислила, оно здесь появляется. Вот такие ползуночки позволяют настраивать. Например, вот что у нас здесь есть. Коне раундин у изображения – это закругление уголков. То есть двигая этот ползунок влево или вправо, мы можем закруглять разным способом картинки. Делать их более интересными. Ну, то же самое касается и текста. Расстояние между буквами, расстояние между строчками, ширина, высота, шрифт, цвет и тому подобное. Настройки более чем подробные. В общем, сервис производит вполне хорошее о себе впечатление. Жаль, что мало. Вот. Ну, а в целом вот такое резюме. Продолжение следует...